Вы самим заранее дадите соответствующие поручения тем, кто отвечает за эти вопросы, заранее составите вот эту схему наличия ресурсов. Это все в памяти держать достаточно тяжело, потому что цифры все равно меняются. Бывают специфические вопросы, опять же, да? Вот такую схему сделали. Вот у нас есть земельный участок, здесь у нас кто-то, кто-то, кто-то есть. Вот как бы все приспособлено. И, опять же, когда будете прорабатывать, например, кто может приходить, приходят вообще все, кто угодно, с разными проектами, да? Можно для себя выделить несколько основных приоритетных, не отсекая всех остальных, да? Но несколько приоритетных видов производства. Ну, в данном случае это все пищевка, да? И, соответственно, для них уже глубоко проработали не только наличие мощностей, но и еще для них проработали еще и сырье. В нашем районе надаивается столько-то тонн в сутки, там, полака, не знаю, там, первая категория, которая, допустим, там, подходит для Винбельдана, Данона, там, Красного Востока, для йогуртов высокой, там, ценовой планки. Такое количество молока идет у нас, грубо говоря, оно какое-то. Все эти аналоги употребляют пенициллинового или, там, еще с этой самой горького молока из-за того, что кормят там коров в полыне в самой низкой категории, вот, допустим, столько-то, да? А столько-то у нас, допустим, крестьянских фермерских хозяйств, которые конкретно работают на производстве своей продукции. Можно их заинтересовать в кооперацию, например, да, совместно производить продукцию более высокого передела. Столько-то у нас есть, допустим, там, площадей для того, чтобы поставить вот эту вот, ну, как бы, или тепличку, или же холодное помещение для выращивания, там, шампионов, вешенок, вешенок, да? Столько-то у нас для овощеводов есть площадей открытого грунта, столько-то тепличного хозяйства. Такая-то, примерно, ассортиментная группа. То есть уже вы подготовитесь уже к таким вещам по тоннажу, уже к разговору с инвестором будет более предметным. Мне надо столько-то тонн, у нас есть столько-то тонн. Задача, понятно, работать с потенциальными овощеводами, чтобы они, или увеличили, допустим, площади, или умощнились, там, кто-то для себя, они тоже, на самом деле, умеют. Когда говорят о стабильном сбытии, собственно говоря, производственники охотно путаются на этот диалог. Конкурентные преимущества с точки зрения локации, транспортных путей, конкурентов промышленных зон, особенно для районов, например, мы вчера с вами говорили, есть такие-то территории опережащего развития, мы этого противопоставляем, такие-то, такие-то моменты. Да, налоговых льгот, например, у нас таких, как для ТСР, нет, но мы можем поспособствовать, ходатайствовать за вас, чтобы вы, допустим, в Минэкономике получили профиленциальный такой-то режим. Тоже я вчера с одним районом рассказывал, он говорит, нет, мне, говорит, ТСР не надо, у меня есть конкретные инвесторы, у меня под них есть конкретный обычный комплекс, я им отдаю, и я их буду толкать в Минэк, чтобы они получали льготу по налоговому имуществу. Прибыль их не интересует, а вот налоговое имущество самое как бы то. Вот, на недвижку особенно, например, да? Ну, соответственно, вот здесь мы тоже начали наносить преференциальные территории, те, которые уже как бы есть. Это кто у нас? А, это у нас Иннополис, значит, Зеленодольск у нас Тор, соответственно, чисто пол Тор, не вниканс Тор, набежные чайны, Алабуга, как планируемые, ну, по крайней мере, то, что обсуждали, я вам говорил, да, по Гульминскому, Благрызскому и Титюшско-Буинско-Дрожановскому, ну, вот досюда, фактически, районе, создание Тор. Тор и конкуренты, Димитровград, в Ульяновске особая экономическая зона, в Тольятти и ОС, и Тор, в Самаре ОЭГС, по-моему, да, ну, плюс еще он тут Белепей, чуть южнее Кумертау, это как бы конкуренты по преференциальной зоне, те, которые дают налоговую преференцию, тоже это показывать и знать. Есть целый ресурс, не знаю, в курсе, не в курсе, GESIT называется, Геоинформационная система индустриальной парки, и на ней показаны, ну, зачем у нас выбор? А, ну, здесь, как бы, вся Россия, да? На ней показаны индустриальные парки, кластеры особой экономической зоны. Рекомендую пользоваться ресурсом в открытом доступе, мне не только в свое время его сделал. На каждый индустриальный парк особой экономической зоны кластера есть нехилый такой, скажем, паспорт со всеми параметрами, площадями, описанием резидентов, хороший мощный ресурс. Не все, правда, конечно, наши парки туда нанесены, но, по крайней мере, смотрите, промпарк чисто под присутствует, промпарк Камский полян, не присутствует. Так, а что у нас на трассе? Там не уезжают люди. А, Лабуга, скорее всего, промпарк Рост или особо экономическая зона там, да? Значит, Менделеевский есть аккредитованный парк, то ли Аммония Агра, то ли химзавод Карпова. Два даже здесь, по-моему, Челнинский куст большой. Кто это у нас? Мактанышеля, еще что-то, промплощадки, в том числе, наши, да? Ну, промпарки-то точно. Может быть, промпарков только новых там нет, которые создавались в последние два проекта, которые еще не создались. Вот остальное, как бы, и в Дрожаномпарк тоже отмечен, да? Так, это что у нас? Канаж, что ли? Нет, это у нас... Так, вот, то есть это тоже как бы надо иметь в виду. Мы в свое время создавались целью, начали наносить на карту промплощадки, которые были. Понятно, что поняли потом эти 60 уже сюда не втиснешь, не втиснешь, начали рисовать как бы квадратики и давать им список, да? С одной стороны, вроде, вально, знаете, в организованных промплощадках, потому что теперь они как бы в каждом районе у нас должны быть, да? По одной хотя бы. В некоторых районах, как видите, уже по-дельскому. Тут еще старые, как, по-моему, года, наверное, 15-го, что-ли, стали как бы следить за этим процессом, да? Вот, теперь, значит, это для муниципалитетов примерно вот такая некоторая особенность, что должен, допустим, инициатор проекта по своей презентации для инвесторов, да, если он к нему пришел за деньгами или как партнер, да, стратегического партнера стал искать, на что должен обратить внимание. Значит, вот те самые главные вопросы, которые важно подчеркнуть, а все остальное не так важно. Проблема, о которой мы с вами говорили, особенно, если это бизнес-проект, то это, опять, пиробина Маслова, да, о том, что любой успешный, долгосрочный проект на какой-то потребности базируется, да, и хорошая идея всегда должна решать какую-то проблему, вот, которая важна для инвесторов, да, уникальность решения, про которое говорили, а вообще эти проблемы серьезные, потому что не серьезные проблемы, а решение, ну, как бы, проект будет достаточно такой смешной, да, аудитория этого проекта будет маленькая. А злободневная проблема, которая характерна для многих, она уже, как сказать, достойна того, чтобы ее решать. Ну, некоторые маркетинговые тут поняли эти моменты, мысли, которые должны сформулироваться в голове у потенциального потребителя, значит, опять же, гарантии, и какую вы идею инвестору преподносите, чтобы он заработал, объединенность идеи, носитель, лидер оригинальной идеи, хорошая отдача, малый срок покупаемости, ну, про проекты, связанные с инновацией, мы не верим сюда, это, как бы, требование сегодняшнего дня по бизнес-проектам. Команда, что уже предприняли, график реализации проекта, очень вызывает уважение, если такие вещи делаются, да, которые, в принципе, означают проработку проекта, потому что, пока ты начнешь вот это все считать, думаешь, что ты реализуешь, например, проект там за три месяца, да, а как начинаешь раскладывать причины-следственные связи, потому что, скажем, я могу там нанять сотрудников только спустя там месяц, как размещу объявление, да, а объявление только тогда, через неделю отшлифую параметры вакансии, и начинаешь складывать вот эти недельки, и понимаешь, что два месяца, которые планировали, они вообще уже переезжают там в четыре месяца, да, и реальный срок запуска проекта уже нормальный. Конкурентные преимущества с точки зрения бизнеса, там немножечко, ну, как бы, другие стороны, хотя, если я переложу на муниципалитет, примерно то же самое. Что говорят о муниципалитете, кого он ищет, да, насколько муниципалитет там занял свои площади и, например, инвесторов, как ищет муниципалитет своих потенциальных инвесторов, чем обладает, какими ресурсами, ну, допустим, природными, да, каков коллектив, с какими компетенциями, какие сильные стороны муниципалитет слабые, да, какие планы у конкурентных соседних территорий, то есть это надо учитывать. У нас, к сожалению, так получилось, что промышленные парки с ужасом для себя обнаружили, что оказывается создаются ТОСЭР. Никто их, к сожалению, не предупредил, да, и процесс создания парков и торов шел независимо по линии разных подчиненностей в министерстве, да, без координированности действий. Так, ну и, соответственно, для бизнеса вот важна экономическая отдача, эффективность, продвекательность, да, сумму обозначить, что на что, как будет покрачено. Теперь, значит, вот вопрос, когда они приходят к вам, например, отставить свой проект, да, то есть вы устраиваете что-то типа смотри, да, соответственно, раз государство выступает, допустим, на ее, а мы хотим, партнер, чтобы государство будет, да, в форме, там, ВЧП или МЧП, а может быть, применять какие-то деньги, или, например, там, или, и, или, еще и муниципальный заказ на сбыт свои продукции, будьте добры, обеспечьте, покажите, какой эффект для государства вы внесете государству, и тоже, как бы, интересы свои, да, социальные все виды эффектов, там, ну, создание новых наряду с сохранением существующих, да, там, ну, в скобочках у нас негативные факторы, а перед скобочкой позитивные, то есть, увеличение занятости, снижение безработницы, безработицы, сохранение правопорядка, снижение присутственности, да, то есть, увеличение здоровья, снижение болезни, да, вот, бюджетный эффект, допустим, инвестор говорит, я хочу попросить у вас льготный период, скажем, да, ну, допустим, поварение плат за землю, хотя, на самом деле, уже давно, ну, как бы, считается теми, кто проект на территории реализует, что давать льготу там по арендной плате или там совсем ставить ноль, ну, не совсем эффективно, потому что зачастую лучше поставить низкий земельный налог и поставить высокую заградительную арендную плату, да, ну, Мадыш, кстати, мы тоже по этому курсу, заключаем соглашение с резидентами, а из-за того, что у них плата ноль, деньга их не поджимает, и они не строятся, не торопятся строиться, да, а если бы у них была высокая арендная плата за землю, ну, как у рыночных, среднерыночных, да, она, может быть, стимулировала бы их скорее вводить в строй свои здания и уже платить пониже налог на имущество, то есть вот эту экономическую вилку надо выстраивать так, чтобы платить налог на имущество, на недвижимость, им было выгоднее, чем платить арендную плату. Если предприниматель посумилирует, например, там, за 5 лет арендную плату за землю, он поймет, что лучше я ее выкуплю, да, и таким образом он приземлится, да, будет привязан к земле и уже будет иметь там какой-то актив, значит, это определенная гарантия того, что он в районе продолжит вести свою деятельность так или иначе, то есть он как минимум будет в производственном помещении. Вот, если там просят, допустим, льготы по аренде земли, это выходно подающие находы для муниципалитета, да, но, соответственно, он должен предоставить в обмен на это НФЛ или, там, допустим, налог на землю в дальнейшем, да, какие он, вот эти финансовые показатели, какую прибавку в внутренний региональный территориальный продукт он даст, отраслевой, да, то есть какая вот, то, о чем мы вчера тоже говорили, да, в каком размере будет выпуск, объем выпуска тонны, штук километра, да, как будет власти производительность, решает ли он проблему импортонезависимости, ну, больше люблю это слово, чем импортозамещение, да, то есть надо по основным параметрам быть импортонезависимым, да, совсем это импортозамещение невозможно, есть, как бы, компетенции в мире сложившиеся, которые уже по определению делают лучше, чем мы, почему бы не покупать-то у них, ну, уж, извините, основное сырье, промышленность, оборонка и продукты питания, информационные технологии, тоже точно можно быть своим, да, вот, соответственно, те инвесторы, которые приходят и просят у вас участие в проекте, они должны, в том числе, и думать о том, чтобы помогать вам приносить инструменты решения стоящих призваний в муниципальных государственных задачах, то есть, ну, вот, та самая таблетка, да, головной боли, вот, соответственно, вот эти все эффекты тоже следует дожидать в хорошей презентации инвесторов для государства, для муниципального служащего, если, как бы, этого нет, ну, тогда непонятно, собственно говоря, кроме полезности для самого бизнеса, такое нечего. Ну, и немножко вот здесь проанализировали люди, кто смотрели презентацию, на какие вопросы, чаще всего инвестор, к которому приходят за деньгами или с картиническим партнерством, сколько он, на что больше, на какие блоки вопросов, разделы презентации больше всего смотрит. Понятно, финансовый блок, потом команда, конкурентное окружение и выход из конкурентной ситуации, стратегия, почему именно сейчас, почему не реализовано когда-то, почему нельзя там отложить, почему, ну, как бы, какие цели, есть ли бизнес-модель, в чем продукт или проект, рыночные возможности, да, в нем рынке ниша, проблематика, и вот примерно такая, как бы, статистика. В принципе, у меня по презентации все, готов, вот всегда послушать ваши вопросы. Может, вы меня тоже научите? Я ведь презентации все равно делаю, только с определенного угла обзора, как предприниматель раз, как консультант два, и с точки зрения, допустим, образовательного, да, ваши другие, тоже есть и по презентации, с которыми я не знакомый опыта. вопросов пока нету, да? Ну, смотрите, я эти материалы тоже вам сбросил, значит, если вопросы созревают, пишите в почту, и там телефон тоже мой есть, контактный, поэтому будем стараться отвечать. Удачи в вашем нелегком деле на развитии муниципалитетов. Спасибо. Откланиваюсь. Все тогда, вы меня отпускаете? Да. Спасибо. Давайте. Давайте. Давайте.